всем привет сегодня я попытаюсь поменять заводную головку своих часов пилота как я уже говорил в своих предыдущих видео единственное что мне в принципе не нравится в этих часах это именно их заводная головка это не конкретный вариант данных часов это вообще считается правильным для часов пилота чтобы головка была такая большая она принципе очень удобная и для завода и для установления времени принципе она была большая потому что в прошлом летчики их носили поверх своей куртки кожаной и пользовались ими на себя даже перчатки и так далее так далее ну конечно головка очень удобно и сейчас в принципе когда время лета они довольно таки удобны потому что когда они сидят высоко на руке они в принципе не доходят до самого запястья и в принципе никаких проблем нет но для меня лично вот когда особенно как я их носил сейчас весной и ну естественно зимой и осенью они чтобы посадить чуть ниже на запястье из-за того что рубашки так далее всякая одежда то конечно они дотрагиваются до запястья у меня лично очень запястья и мне это немножко не нравится и в принципе по этой причине мог даже ролик сносить но в принципе насколько я смотрю многие у многих людей есть такие проблемы поэтому часто видим тех же самых людей носящих ролик на правой руке вместо левой и так далее и так далее и сегодня я попытаюсь я в принципе никогда этого не делал поменять заводную головку данных часов вот на эту головку которую опять-таки я приобрел с алиэкспресса просто чтобы попробовать как это будет будет ли удобно будет ли что-либо какие-то проблемы и так далее с ней для того чтобы сделать и сменить головку заводную головку часов потребуется определенные инструменты один из них это скажем так захват для самого корпуса часов я приобрел его с алиэкспресса и еще какую-то инструменты приобрел с алиэкспресса все что есть приобрел с алиэкспресса я поставлю ниже ссылочки на все это также я приобрел вот эту отвёртку которая подавалась с пятью наконечниками соответствующими но для сегодняшней работы пота будет потребуется скорее всего вот этот наконечник его будет достаточно также еще очень важно и очень нужный инструмент это вот такой скажем так захватывающая отвёртка у нее два наконечника более маленький более большой и в принципе они для того чтобы можно было ухватить само основание головки я прошу прощение за фокус просто много предметов будет появляться и удаляться с экрана для того чтобы уменьшить до нужного размера потому что головка должна прилегать полностью корпусу и в принципе продается более длинная длина для того чтобы каждый мог и подогнать головку насколько это требуется кроме того что я уже показал потребуется вот такой инструмент это инструмент для открытия задней части корпуса часов принципе купил его потому что я видел что можно регулировать длину принципе он идеально подходит для многих часов которые я пробовал но к сожалению данные часы пилота они очень большие для него я уже заказал резиновый специальный резиновый мяч шарик такой кто надувается и потом ты им откручиваешь заднюю часть корпуса но так как он еще не пришел я сделаю следующий скажем так маленький патент я отключу немного сами винты сдерживающие их и попытаюсь их направить немножко левее правее чтобы можно было захватить заднюю часть корпуса и открутить ее этим инструментом просто чтобы закончить сегодняшнюю работу также я буду использовать простые плоскогубцы старые которые у меня были в принципе я думаю что для такой работы не надо там специальный инструмент покупать если есть что-то что вы можете использовать для меня лично ничего покупать дополнительно не надо и также у меня есть еще серия напильников и я буду использовать никто из них для того чтобы после обрезания самого держателя заводной головки чтобы его привести в порядок и можно было закон насадить на него опять заводную головку и так давайте начнем я попытаюсь сделать постепенно все работы я больше ничего писать не буду я надеюсь я смогу показать все что я делаю более-менее и я надеюсь что у меня все получится и так приступаем и 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 пока я не достигну нужного результата, то есть пока сама головка не дотронется до корпуса часов. Я отрезал еще один миллиметр от основания. По-моему, сейчас оно довольно таки хорошо примыкает к корпусу. Сейчас я закрою часы, я назад положу крышку корпуса и я не знаю, видели вы, скорее всего, поняли. Я положил пластмассовый пакетик сверху, так как я пользуюсь инструментом ненадлежащим образом, чтобы не создать каких-то либо процарапин с задней стороны. Закрою и посмотрю, как это все будет сейчас на руке выглядеть. Субтитры создавал DimaTorzok Как вы видели, головка подошла полностью к корпусу. все работает исправно, все меняет время, также и заводит часы. Конечно, немножко сложнее это все делать, потому что головка теперь намного меньше, но тем не менее, на двунетке очень удобно и, в принципе, я вообще не понимаю, что оно трогает мое запястье. Так что, если кому-то, у кого тоже есть такая тема с запястьем, то можете просто поменять головку, потому что часы очень хорошо выглядят. В принципе, они мне очень нравятся. Музыка 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 Ну и в конце хотелось бы сказать, что, в принципе, во-первых, то, что я хочу заметить, это то, что поменять, в принципе, заводную головку очень легко, как оказалось, я в первый раз это делал. Во-вторых, головка оказалась очень удобной в плане ношения часов, то есть часы мне больше не создают никаких либо проблем, будучи у меня на руке, каким образом там мне запястье не давит и так далее. Единственная, конечно, маленькая проблема опять-таки с этой головкой, то, что она не совсем подходит конкретному корпусу и немножко тяжело ее заводить, если у вас, скажем так, большие пальцы. Не очень удобно, непонятно, закончилась уже закрутка или нет. И так как их заводить надо каждодневно, конечно, она будет не такой удобной для конкретного корпуса, и, скорее всего, правильным решением было бы посмотреть на сайте заводных головок, где я их купил у продавца. У нее есть несколько вариантов заводных головок, и надо, в принципе, было просто купить головку немножко поменьше той, что уже стояла, ну, и чуть-чуть другой схемой, чем вот именно конкретно данные, которые я купил. Ну, а так это все было очень легко. Если вам тоже нужно это делать, не бойтесь, делайте сами. В жизни надо вообще все пробовать. Спасибо, что смотрели видео. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok